Если человек попал в какие-то болезненные отношения и с ним случалось это не раз, он пережил много боли и страдания и удивлен, что это такое, он не находит себе подходящего партнера, то я рекомендовала бы прежде всего принять тот факт, что какое-то время в нашей жизни мы действительно не можем себе найти подходящего партнера, поскольку найти его это всегда через приобретение опыта и поэтому я бы советовала такому человеку принять этот факт и может быть не ругать себя, а скорее обнять себя и сказать все будет хорошо. Многие люди сталкиваются с таким феноменом как любовная зависимость и задаются вопросом, как распознать, что ты там, что ты уже созависим. Это очень просто, это ситуация, когда вы не очень хорошо понимаете про себя, где ваши границы, что вы чувствуете, чего вам хочется и я даже покажу вот такой образ, в паре как бы идет некое слияние, то есть не две отдельных личности, а слияние, а в слиянии нет границ. Партнер он является как будто продолжением меня, а где он, где я, это чье желание, мое или его. Когда вы замечаете это, то верный признак, что вы в созависимых отношениях. Ну и вообще созависимые люди, они очень сильно боятся разлуки, то есть для них это нечто непереносимое, это как один из маркеров, неспособность быть отдельным. Моя книга, она любви, она о том, как прийти к гармоничным здоровым отношениям и с какими преградами придется столкнуться паре на этом пути. Мне очень нравится, как сказал один персидский поэт и мыслитель, вам не нужно искать любовь, вам нужно искать и находить преграды внутри себя, которые вы воздвигли против нее. Я искренне желаю вам, чтобы вы нашли свою любовь и счастливо жили в паре.